Пушкин, Лермонтов и Гоголь рекомендуют. На базе Самарской областной библиотеки открылся масштабный пункт вакцинации от COVID-19. Работают 25 мобильных медбригад. Прививают вакцины «Спутник В» и «Эпиваккорона». Самый культурный в городе пункт вакцинации работает с 8 утра и до 8 вечера. В первой половине дня средний трафик желающих привиться достигал 100 человек в час. Все они смогут прийти в библиотеку и за вторым компонентом. Это не поликлиника, это общественное место с удобным расположением в центре города. И внутренняя его инфраструктура и логистика позволяют выполнить быстро, качественно вакцинацию. Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Знаете, можно по-разному, конечно, относиться к вакцинации. И я знаю, что наш мир разделился как бы на две составляющие части. Верит, не верит, нужно, не нужно. Но однажды, побывав в шкуре больного, я пришел к мысли, что, знаете, все-таки надо это сделать. Сейчас все больше и больше на самом деле людей становится настроенными делать вакцину, потому что хочется участвовать во всякой активной студенческой жизни. Принцип проведения вакцинации в библиотеке ничем не отличается от поликлинического. Имеется у медиков и весь необходимый инвентарь. Почему выбрали такой формат? Потому что многие пациенты опасаются этих поликлиник. Мы осматриваем пациентов на предмет допуска к прививке, то есть оценим состояние его здоровья. Помогут сориентироваться на месте и все объяснят волонтеры. Люди видят, и молодежь, что много ограничительных мероприятий, которые необходимо соблюдать. И чем быстрее мы, скажем так, пройдем все массовую вакцинацию, выработается коллективный иммунитет, это нам позволит прийти в привычный ритм работы. Эстафету по масштабной вакцинации 3 ноября примет Тольятти с 8 утра и до 6 вечера по адресу Юбилейная 8. При этом в регионе продолжают работу 167 прививочных пунктов, в том числе 9 круглосуточных. Ольга Хамракулова, Василий Колдашов. События.